Московский дизайн это международный проект, мы будем делать шесть больших выставок в год, три из которых будут посвящены российскому дизайну и три международные проекта. Советский дизайн это тема не исследованная, это тема, которая сейчас интересует очень многих и очень интересует молодежь, но не было ни разу показано большого проекта или соследования на эту тему. Мы надеемся подготовить людей, наших соотечественников к тому, что такое дизайн, что такое музей дизайна, потому что в Европе люди уже давно привыкли к полноценным промышленным выставкам, а у нас очень часто выставками дизайна называются просто выставки, показывающие какие-то красивые, но не функциональные вещи. У нас будут представлены как прототип автомобиля «Москвич С1», так и оригинальная экспортная модель «Москвича праворульного», которого многие из вас могут знать по фильму «Бриллиантовая рука». Отдельно поднимается вопрос дизайна для детей, именно научного к этому подходу, то есть деятельность НИИ-игрушки и экспериментальные проекты в НИИТ. И очень большой акцент делается на научную металлогическую школу советского дизайна, плюс достижение нашей техники, то есть фототехники и часового производства, то, что было главными статьями экспорта в советское время. У нас есть мобильный зал, который находится в автобусе. Это будет образовательный модуль, который будет есть в России и рассказывает до 20-х годов, рассказывает такой дизайн, планы, связанные с конкретными выставками, связанными и с классиками отечественного, ну даже это не совсем дизайн, но, так сказать, русского авангарда. И мы надеемся, что нам удастся увидеть здесь Чернихова в новом аспекте, Леонидова. Это всегда было прекрасно, но все это было хорошо. А вторым, потрясающая, свежая, актуальная для тех годов идея, когда вот есть базовое начертание промо, оно в восьми вариантах вращается, всегда динамическая идентина, то, что так можно сейчас. Естественно, это, если мы будем смотреть плакатную графику, в 60-х, допустим, у нас плакаты «Собирайся», «Умей культурно отдыхать», это типичный вот такой mid-century modern, абсолютная графика модернизма середины века. И если посмотрите, рекламный буклет Аэрофлота, который там же в туризме лежат, это типичный дизайн, который можно в 60-е годы увидеть в Европе, в США. И важный момент для международной истории дизайна, то, что Юрий Борисович Соловьев, основатель Союза дизайнеров СССР в 80-м году, основатель первого архитектурного конструкции мирового СССР, создатель, тот человек, по чьей инициативе был создан институт технической степени, который он долгие годы возглавлял, он был в долгие годы президентом Иксида, то есть гражданин СССР был президентом Международной ассоциации промышленных дизайнеров.